Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о коже сухого типа и о правилах ухода за ней. Такая кожа в молодости красивая, белая, чистая, но к сожалению без надлежащего ухода и питания она быстро покрывается морщинами. Сухая кожа вырабатывает мало жира, также ей не хватает таких веществ как мочевина и гиалуроновая кислота. Эти вещества удерживают водный баланс, вследствие чего естественная защитная оболочка кожи разрушается. Гидролепидная мантия, которая покрыта здоровая кожа, у сухой кожи имеет пористую структуру, поэтому сухая кожа быстро теряет влагу. На ощупь такая кожа шероховатая, стянутая, она часто шелушится и даже трескается. Обладатели такой кожи часто используют жирный крем, хотя это неправильное решение. Конечно сухой коже не подойдет легкий крем, но на самом деле она нуждается не в жире, а во влаге. Жир нужен коже для того, чтобы удерживать влагу. Цель очищения кожи и ухода за ней это стабилизировать ее защитную оболочку и снабдить достаточным количеством влаги. Идеальным для очищения сухой кожи являются мягкие увлажняющие средства по уходу с нейтральным уровнем пиаш, которые не вызывают раздражения. Например, мягкое очищающее молочко. При сухой коже мыть лицо по вечерам не рекомендуется. Утром надо мыть лицо без мыла и только прохладной водой. Вечером использовать косметическое очищающее молочко, тоник и крем. Хорошее действие оказывают влажные компрессы и орошающие процедуры после очищения. Обладатели такой кожи часто используют жирный крем, хотя это неправильное решение. Конечно сухой коже не подойдет легкий крем, но на самом деле она нуждается не в жире, а во влаге. Жир нужен коже для того, чтобы удержать влагу. Цель очищения кожи и ухода за ней стабилизировать защитную оболочку и снабдить достаточным количеством влаги. Идеальным для очищения сухой кожи являются мягкие увлажняющие средства по уходу с нейтральным уровнем пиаш, которые не вызывают раздражения. Например, мягкое очищающее молочко. При сухой коже мыть лицо по вечерам не рекомендуется. Утром надо мыть лицо без мыла и только прохладной водой. Вечером используется косметическое очищающее молочко, тоник и крем. Хорошее действие оказывают влажные компрессы и орошающие процедуры после очищения кожи. Кремы используют гидротирующие и питательные на ночь. С возрастом после 40 лет, когда кожа становится менее эластичной и увядает, рекомендуется использовать питательные кремы, содержащие вытяжки из плаценты коллаген. Для ухода сухой кожи необходимы средства, способные надежно ее увлажнить. Кроме того, в них должны быть жиры, схожие по строению с естественным кожным жиром. Задача этих жиров задержать влагу. Используемые кремы не должны быть слишком легкими. Если через короткий промежуток времени после нанесения крема возникает чувство стянутости кожи и необходимость еще раз его нанести, это верный признак того, что крем легкий и в нем не хватает жиров. Очень жирные кремы также не подойдут, поскольку они не способны полноценно увлажнить кожу. Важно знать, что сухой коже особенно вредят яркое солнце, мороз, резкие колебания температуры, поэтому всегда нужно заботиться о соответствующей защите. Кроме этого, чтобы уберечь кожу от пересыхания, нужно отказаться от частого принятия горячей ванны и посещения сауны. Идеальными для сухой кожи являются средства, содержащие глицерин, гиалуроновую кислоту, пантенол и неоцинамид, который является витамином В3. Он усиливает защитную функцию кожи. Глицерин и гиалуроновая кислота удерживают влагу, поэтому должны содержаться во всех средствах по уходу за кожей. Для сухой и очень сухой кожи особенно важно, чтобы в состав средства входила мочевина, карбамин. Она способствует удержанию влаги и помогает восстанавливать защитную функцию кожи. Мочевина имеет природное происхождение, поэтому прекрасно воспринимается любой кожей. Сухая кожа часто кажется шершавой на ощупь, но применять скрабы для ее очищения следует как можно реже, а при использовании наносить их мягкими, неторопливыми движениями, чтобы не усугубить состояние кожи. Маски напротив желательно наносить регулярно, лучше всего два раза в неделю. Маски используем, обладающие смягчающим и питательным действиям. Не забывайте также о полноценном питании, богатом витамином А. В косметическом кабинете для пациентов с сухой кожей используют после очищения кожи жирный крем, содержащий витамин А. Массаж может быть рекомендован, но назначается индивидуально. Обычно 10-15 сеансов. Если кожа дряблая, стареющая 20-25. Если кожа легко трескается, массаж может делать только опытный специалист с помощью нежных, поглаживающих или глубоко давящих движений. В конце процедуры обычно накладывают питательную маску, а после ее снятия наносят тонким слоем крем. Особенностью косметического ухода является индивидуальность методики не только для каждого человека, но и для времени года. Зимой кожа становится более сухой, раздраженной. В зимнее время происходит снижение обмена веществ во всем организме, включая кожу, волосы. Активность социальных и потовых желез снижается. Поэтому кожа и волосы становятся более сухими. Сухость кожи и волос усугубляется сухостью воздуха в жилых и рабочих помещениях из-за центрального отопления. Задачей косметического ухода в зимнее время года является не только увлажнение питания кожи, но и защита ее от ветра и мороза. В уходе за сухой кожей нужно избегать средств, предназначенных для жирной или комбинированной кожи. Неправильно подобранные средства могут усугубить проблемы кожи и даже стать их причиной. Конечно, красоты и здоровье не может быть без правильного ухода и трудно дать рецепты на все случаи жизни. Но придерживаясь основных правил по уходу за кожей, рационального питания, режима сна и отдыха, вы сможете продлить молодость, сохранить красоту и свежесть кожи. Будьте красивыми! Всем удачи!